МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Вести Хакасия. События недели. И я Марина Конодакова. Заканчивается очередная неделя апреля. И вот чем она запомнилась. 4 часа и 85 вопросов. На прямой линии со страной Владимир Путин ответил на самые острые вопросы о Крыме и о том, почему россиянам не стоит бояться снижения зарплат из-за присоединения полуострова. Он не имеет права защищать права трудящихся. Федерация профсоюзов отказывается от своего лидера. Доступное жилье вновь на повестке дня. Абакан будет участвовать в федеральной программе строительства квартир эконом-класса. Отсутствие свободы не способна убить материнский инстинкт. В колониях Хакасии немало тех, кто не боится родить, а потом много лет ждать встречи с родной кровинушкой. Свой добрый век он прожил как человек. На этой неделе исполнилось бы 95 лет поэту фронтовику Георгию Суворову. Только в архиве ГТРК Хакасия. Интервью о нашем выдающемся земляке. Власти Хакасии немедленно отреагировали на вопрос от жителей республики, поступившей на прямую линию с Владимиром Путиным. Напомню, одна из ведущих эфира озвучила жалобу на то, что в Хакасии не выдаются льготные лекарства. Проблема эта известная. И обычно представители республиканского Минздрава объясняли, что занимаются ею в рабочем порядке. Совсем другое дело, когда жалоба поступает на прямую главе государства. Уже на следующий день республиканский Минздрав дал ответ в администрацию президента, где постарался объяснить, в чем причина проблемы и как можно ее решить. Как рассказали ведомства, главная причина перебоев с лекарствами – нехватка денег. А она возникает потому, что есть дублирование федеральных и республиканских льгот. На сегодня свыше 70% нуждающихся отказались от федеральной льготы, чтобы получать деньги. При этом они претендуют на бесплатные лекарства от республики. Нагрузка на казну Хакасии получается непосильной. Сейчас дополнительно требуется чуть менее 200 миллионов рублей. При нынешних финансовых проблемах сумма просто астрономическая. Как рассказал советник главы Минздрава, республика предложила изменить федеральный закон с тем, чтобы убрать дублирование. Мы предложили на федеральный уровень рассмотреть, чтобы исключить вот такое двойное получение льготы. То есть, логично, наверное, всем понятно, что льгота может быть одна. Не может быть два раза использовать одну и ту же льготу. Либо льгота есть по одному нормативному документу, ты можешь воспользоваться, либо отказаться, то есть монетизировать, получать деньгами. Но уже по второй тогда нет. Добавим, что малейшее упоминание региона в негативном плане во время прямой линии с президентом – важный сигнал властям на местах. На следующий день после эфира в Петербургскую клинику, медсестра которой пожаловалась на низкую зарплату, пришли следователи. Власти Хабаровского края пообещали построить дорогу, о которой президента попросили селяне. А губернатор Тульской области сразу после прямой линии посетил пожаловавшегося фермера. Вопросы о медицине, социальной сфере, ЖКХ и дорогах по традиции самые актуальные в ходе прямой линии с президентом. Но на этот раз их затмила крымская тема, которая заняла большую часть программы. И рядовых, и нерядовых россиян, волнует. Как присоединение полуострова отразится на нашей жизни? И способна ли экономика России выдержать последствия санкций, которые ввели западные страны? Какую цену придется заплатить за изменение карты мира? Наиболее интересные моменты общения президента с народом смотрите далее. После 18 марта россияне проснулись в другой стране. И последствия этих перемен не только пространство бывшего СССР, но и весь мир будут ощущать еще долго. Накануне прямой линии по замерам социологов рейтинг Владимира Путина высок, как никогда ранее. Присоединение Крыма многим позволило ощутить настоящую гордость за свою страну. Иначе в Крыму Россия поступить не могла. Есть еще одно обстоятельство, о котором я бы хотел сказать. Я думаю, что мы так или иначе вернемся неоднократно к этой проблеме. Но что бы хотел отметить. Если мы относимся друг к другу с уважением, то мы должны признать право друг друга на собственный выбор. Многих волнует цена победы. Страна еще не восстановила Дальний Восток после наводнения и только что провела Сочинскую Олимпиаду. А теперь надо еще помогать Крыму. Чисто деньги на пенсионеров 4,5 триллиона рублей. Что мы должны в этом году выделить на поддержку пенсионеров в Крыму? 28 миллиардов. Много это или мало? На первый взгляд, немало. Но из 4,5 триллионов – это, в общем, небольшая цифра. А на поддержку бюджетников всего 16,5 миллиардов. Вполне подъемные деньги. Инфраструктура есть, есть другие расходы. Нам не потребуется ничего вынимать из других программ, потому что у нас заложены заложенные деньги, дополнительные деньги в качестве резерва правительства в 245, по-моему, ну, 240 миллиардов рублей на этот год. А расходы на субсидирование всех крымских программ, думаю, не будут больше, чем 100 миллиардов. О последствиях присоединения полуострова спрашивали особенно много. Опасения насчет того, что санкции Запада могут подорвать экономику России, президент не разделяет. Было озвучено во время прямой линии и то, что в регионах финансовые проблемы списывают на необходимость финансировать Крым. Пришло это сообщение к нам из Красноярского края от пенсионера Сергея Бибарцева. Или Бибарцева, не знаю, как правильно. Сегодня жене на педсовете, она учитель средней школы номер 71 в поселке Кедровый, сообщили, что будет снижена зарплата учителям на 20% с мая в связи с присоединением Крыма к Российской Федерации. Правда ли это или нет? И почему на 20%? Учителя, как известно, находятся видны местных властей, видимо. Нет, но школы это на уровне муниципалитета, поддерживаются регионами. Это, конечно, жульническое заявление, не имеющее ничего общего с реальностью. Таких очень много, Владимир Владимирович. Очень много из разных регионов. Ну вот, я хочу, чтобы люди услышали, и потом мы проанализируем все эти поступающие информации и будем разбираться. Я уже сказал, что у нас нет необходимости сокращать какие бы это ни было социальные наши программы и гарантии. Еще раз хочу ответственно заявить, ни одной социальной программы, предусмотренной в России и в российском бюджете не будет сокращено. У нас на все предусмотрены средства. Прямая линия не обошлась без вопросов о бездействии власти по многим проблемам, от повышения зарплат бюджетникам до строительства дорог. Местные чиновники отчитываются наверх, что все благополучно, а на деле все не так, пожаловались жители ряда регионов. Так что умолчать о проблеме коррупции президент не мог. Вот сейчас только говорили о смене губернаторов. К губернаторам, надеюсь, это не относится, но даже это не вопрос, а мысли вслух. Если вы публично, как в Китае, расстреляете хотя бы 350 крупных воров, тогда весь народ будет с вами. Я, знаете, о чем хочу сказать, что у нас никогда за воровство не расстреливали. И вопрос не в тяжести наказания, вопрос в его неотвратимости. Вот мы к этому будем и стремиться. Но я специально его взял и прочитал, чтобы чиновники разных уровней видели настроение народа. Блок, когда президент отвечает на вопросы, которые он выбрал сам, всегда интересен. На этот раз Владимира Путина спросили о том, хотел бы он управлять страной пожизненно. Почему не ездит в США и что думает об американском президенте? Согласны ли вы оставаться президентом пожизненно? Нет. Владимир Владимирович, сколько времени на сон? Шесть часов, я уже говорил. Да. Я Чучин Даниил. Из детского дома номер один на Щетино. Могли бы передать мне пример? Данил, привет тебе большой. Всем твоим друзьям, всем знакомым, всем тем, кто живет в этом детском доме. Я надеюсь, что мы когда-нибудь встретимся. Вот любопытный вопрос Альбины, ей шесть лет, относится к российско-американским отношениям. Да-да-да. Сейчас вы порадуетесь. Как вы думаете, спас бы вас Обама, если бы вы тонули? Мне бы очень хотелось, чтобы со мной этого не случилось. Но, вы знаете, кроме межгосударственных отношений, есть еще какие-то личные. Не могу сказать, что у нас какие-то особые личные отношения сложились с президентом США. Но я думаю, что он порядочный человек и мужественный достаточно. И он бы, конечно, сделал это. Всего в единый центр сообщений поступило около двух с половиной миллионов вопросов. Это один из самых высоких показателей за 12 лет проведения прямых линий президента. На этой неделе получил продолжение скандал, связанный со смертельным ДТП на трассе Абакан-Черногорск. Напомню, 5 апреля там погибла супружеская пара. В их машину врезался внедорожник, в котором ехали начальник юридического отдела Абаканской налоговой Алексей Лебедев и председатель Федерации профсоюзов Андрей Петров. Уже точно известно, что водитель Лебедев был пьян. Общественность Хакасии сразу осудила всех участников аварии. А вот профсоюзы определились со своей позицией только сейчас. Затем, как это было, наблюдала Ольга Стельмах. Этот Совет Федерации и профсоюзов, казалось бы, ничем не отличается от предыдущих, если бы не главная интрига. Поставят ли вопросы о досрочной отставке Андрея Петрова. Среди участников и представитель профсоюзов России в свете последних событий его визит не случайный. Накал обсуждений предвидели, поэтому оставили их за закрытыми от прессы дверями. С зала звучали эмоциональные выкрики и аплодисменты. Журналистов томили целый час. Итог. Досрочную отставку Андрея Петрова рассмотрят. За выступили 18 человек из 36. Мы его избирали. Доля вины наша. Это нужно нам честно признать. Извинился перед всеми. То есть можно было бы по-человечески уйти. А так сейчас просто... Право слова он не имеет. Право слова он не имеет. Сам Андрей Петров переломный для своей карьеры момент находится на лечении. Его роль в аварии, в которой погибла супружеская пара, до сих пор не установлена. Напомним, сегодня под следствием Алексей Лебедев. Но сразу после ДТП прозвучала версия, что Петров мог находиться за рулем. Результаты экспертизы озвучат на днях. Пока по делу он проходит свидетелем. Однако это не меняет отношение его коллег к ситуации. Считаю, что морального права руководитель такого ранга не имеет. Дальше продолжать свою работу. Осуждения со стороны профсоюзных лидеров звучат только к председателю. Между тем, в тот вечер в автомобиле находился еще один человек из федерации. Светлана Кочеткова. Она занимает должность главного правового инспектора труда. Однако решить ее судьбу голосованием не выйдет. Она работник рядовой. Она не выборная должность. Речь идет только об авторитете самого председателя. Что касается Кочеткова, я уже говорил несколько раз, это очень грамотный, хороший специалист. И будет досадно, что будут какие-то изменения. Но это будет только ее решение. Жуткая авария усложнила и без того непростую атмосферу в профсоюзах. Даже те, кто поддерживает Андрея Петрова, не смогли нейтрально отнестись к ситуации. Никогда не оправдывала таких людей. Но я знаю таких людей среди наших председателей, которые были невменяемы. И слава богу, что мы их садили в машину к трезвому водителю. Доверие подорвано ко всей федерации. Жители Хакасии в знак протеста сегодня повально покидают ряды профорганизаций. Члены профсоюза выходят из организации не только из нашей. Это наблюдается буквально во всех организациях. Люди с возмущением приходят сюда, просят объяснить ситуацию. Больше всего выходов из профсоюза работников образования. В этой организации состояла погибшая в ДТП женщина Ирина Спиренкина. После аварии прошло больше двух недель, но родные и близкие супружеской пары так и не видели. Ни водителя, ни пассажиров из ВИП-машины. Выступала представитель первичной организации, где была погибшая Спиренкина. Не то что эмоции, а вообще просто плакала. И говорила, что до сих пор Андрей Петров почему-то не принес извинения хотя бы родственникам. Как-то бы извинился. Где же его великодушие? Свою позицию по Андрею Петрову федерация звучит 26 июня. На это число назначена конференция. Если его отправят в отставку, новый председатель займет пост лишь на год, так как очередные выборы должны пройти в 2015 году. Ольга Тельмах, Антон Вожилов, Вести Хакасия, События недели. Это Вести Хакасия, События недели. Продолжаем выпуск. Квартиры на треть дешевле рыночной цены обещают появиться в Абакане. На этой неделе стало известно, что Хакасия примет участие в федеральной программе Российского фонда жилищного строительства. Согласно ей, цена квадратного метра не может превышать 30 тысяч рублей. Для сравнения, сейчас квартиры в новостройках стоят в среднем 40 тысяч за квадрат. Хотя дело находится только в начальной стадии, и официальные источники крайне скупы на комментарии, нам удалось выяснить некоторые детали проекта. Но это не бесплатное жилье. Это не бесплатное жилье. Жилье просто с самой маленькой стоимостью квадратного метра. Объяснять это приходится работникам отдела по учету жилой площади практически каждому посетителю. С этой недели здесь начали прием заявлений от желающих приобрести жилье эконом-класса. Тонкости программы, как правило, никто не знает. Всем важно лишь одно, что эконом-класс будет доступнее обычных квартир. Пока не вторично, да, двух миллионов идет. Здесь на полмиллиона, грубо говоря, меньше уже идет. А на сколько для вашей семьи устро стоит жилищный вопрос? Вы сейчас где живете? Сейчас с родителями пока хотелось бы свое жилье. Двое детей все-таки. Банки-то дают ипотеку вам? Процент большой. Но не все нуждающиеся в улучшении жилищных условий имеют право на жилье эконом-класса. Первоочередное право войти в заветные списки у многодетных семей и жителей аварийных домов. Все остальные идут уже после. В перечень входят семьи с детьми, молодежь, а также те, кто работает в бюджетных учреждениях. Хотя список ограничен, под перечисленные категории может попасть добрая часть населения города. Первые заявления уже поступили. Я думаю, что будет достаточно много обращений. Хотя, как я уже сказала, не все смогут участвовать. Существуют ограничения и по категориям граждан, и по основаниям включения в этих списки. Даже среди этих категорий не любой сможет попасть в эту программу. Но, тем не менее, интерес очень большой. Я думаю, что и работа предстоит большая. Два дома эконом-класса будут построены в районе корпуса ХТИ по улице Комарова. Из чего же складывается понятие жилья эконом-класса? Прежде всего, это технические характеристики. Высота потолка 2,75, площадь кухни от 9 до 12 квадратов. Кроме того, земля под строительство отдается бесплатно. Определяться подрядчик будет на торгах по голландской схеме. То есть, цена будет идти на понижение. Мы считали, за какую цену обойдется стоимость, допустим, тоже однокомнатной квартиры, если приобрести ее по голландской системе торгов, войдя в список этих граждан. Если приобретать ее, например, на рынке, то могу сказать, что однозначно разница в 30% уже очевидна. Понятное дело, что все зависит от того, насколько готов подрядчик опуститься в цене. Но это уже покажет жизнь, покажет, скажем так, уже полученный опыт. Впрочем, в любом благом проекте нашего государства есть свои подводные камни. Во-первых, даже при снижении цены на треть у человека все равно должно быть на руках не менее миллиона рублей для покупки квартиры. И многим без кредита не обойтись. Во-вторых, программа ставит жесткие условия. Семья из трех человек не может купить квартиру поменьше, а обязана взять минимум 48 квадратов. В-третьих, всех волнует вопрос качества, ведь дешевле, как правило, значит хуже. Что касается застройщиков, то они согласны строить лишь при условии, что помимо бесплатной земли им снизят цены за техподключение дома к свету, теплу и воде. Кто в итоге все-таки будет бороться за право построить первый в Хакасии дом эконом-класса, станет известно в мае, когда Минрегион объявит соответствующий конкурс. И еще о стоимости жилья в Абакане. Сами строители признают, цены перегреты. В некоторых новостройках цена квадратного метра доходит до 50 тысяч рублей. При этом свободной земли в столице остается все меньше, аренда участков и стройматериалы дорожают. Ожидать падения цен вряд ли стоит. Очевидно, что только государственная воля способна переломить эту ситуацию. И от строительства к ремонту. Чуть более трех месяцев осталось на то, чтобы каждый из нас определился, кто и как будет заниматься капитальным ремонтом нашего жилья. Вопрос сложный, непонятный, и разбираться в нем не хочется, а надо. Напомню суть реформы. С этого года чинить крышу и фундамент будут не ЖЭКи, а специально созданный фонд капремонта. Что им удалось сделать с момента создания, и насколько вырастет плата для жильцов. Смотрите далее. Дом на Карла Маркса один – один из старейших в Усть-Абакане, 31-го года постройки. Юная девушка не просто фотографирует его на свой сотовый. Она – сметчик, который изучает состояние дома, чтобы понять, какие работы здесь нужны. По новой программе здание будет отремонтировано в следующем году одними из первых в Хакасии. Но есть вероятность, что в документе не учтено все, что нужно сделать. Есть случаи, когда ранее выполненные работы не были учтены при формировании региональной программы. Программа капремонта – огромный документ, в котором расписано, когда и какие работы будут проведены в каждом многоквартирном доме Хакасии. Но надеяться на полную объективность документа не стоит. Зачастую паспорта у многоэтажек, еще советского образца, с устаревшими данными. Так что специалистам еще предстоит доскональное изучение состояния жилого фонда. Начали с Усть-Абакана. Здесь ЖКХ номер один в списке проблем. Но если и раньше расхлебывать все приходилось постсовету, то с появлением фонда капремонта тяжелый груз упал с плечи чиновников. Региональный оператор – это, конечно, большая помощь. Большая помощь, потому что основную массу работы, естественно, будет вести эта организация. И претензии будут к ней, а не к власти? Претензии чаще всего к власти бывают. Но претензии, конечно, будут к региональным операторам, так как он основную долю в этом деле имеет. У нас было собрание, но его неудачно провели днем. Практически все люди на работе, поэтому мы даже не знаем итога этого собрания, как там, что прошло. А вы знаете, кто у нас региональный оператор по ремонту многоквартирных домов? Нет, не знаю точно. И такая проблема не только в Усть-Абакане. Во всей республике даже если люди слышали о фонде капремонта, то не все точно понимают, для чего он нужен и как будет работать. Между тем, каждому дому нужно определиться, будет ли он перечислять деньги фонду или будет сам накапливать средства на собственном спецсчете. Определиться нужно до конца июля. Для этого жильцам нужно провести общее собрание, составить протоколы, оформить документы. Заниматься этим хотят не все, пока лишь четыре дома сумели выдержать все сложности процесса. Дело идет к тому, что большинство многоэтажек отойдут именно региональному оператору. Я бы не называл это монополией, потому что участников очень много участвуют и собственники, и органы местного самоуправления. То есть, по большому счету, решения по видам работ, решения по началам работ принимают сами жители. А мы всего лишь исполнители. Тарифы на капитальный ремонт утверждены в начале года. В среднем по республике плата составит 150 рублей на человека. Антон Иванов не исключил, что в следующем году установленные расценки могут быть увеличены. В зависимости от уровня инфляции сумма на строительные материалы увеличивается. Соответственно, чтобы провести капитальный ремонт в 2015, 2016, 2017, 2018 годах, необходимо, чтобы этой суммы хватило. Мы надеемся, что процент, который будет платить банк за аккумулируемые средства на счетах, будет перекрывать эту ставку. То есть, мы надеемся, что тариф значительно увеличится. Но платить эти деньги мы будем только за последний месяц года. Так что строка за капремонт появится в платежках за январь. Всего же в следующем году под ремонт попадет 244 дома. Причем больше всего 77 зданий будет от Капиталина в Саиногорске. Общественная палата России подняла проблему материнства за решеткой. На сегодняшний день около 900 детей до 3 лет находятся в заключении вместе с осужденными мамами. Правда, видеть своих малышей женщины могут час-два в день во время прогулки. Правозащитники пытаются добиться совместного проживания мамы и ребенка, пока идет срок. Нужно ли это? Как реализуют свои материнские права осужденные, увидела Олеся Калиниченко, побывав в 29-й колонии. Продуваемая всеми ветрами 29-я исправительная колония общего режима. Совершили преступление и теперь расплачиваются здесь 315 женщин. У многих есть дети, в том числе и малолетние. Пока мама сидит, ребенка воспитывают или родственники, или государство. Малыши отбывают срок рядом с мамой только в том случае, когда женщина рожает за решеткой. Детского смеха на территории ИК-29 не слышно. Для молодых мамочек здесь нет условий. Случаи были, когда осужденная забеременела. Их в этом случае этапируют для дальнейшего отбывания наказания в специализированное учреждение. По крайней мере, в нашем регионе те осужденные, которые находились, были этапированы в исправительные колонии Мариинско-Кимеровской области. В Мариинске на территории женской колонии есть единственный за Уралом детский дом. Поэтому туда отправляют рожать осужденных со всего Сибирского округа, в том числе и из Хакасии. Но бывают исключения. Галину посадили за особо тяжкое – на 18 лет. 10 уже отсидела. 7 февраля этого года она стала мамой. Родила в Черногорском роддоме дочь Леру. Я считаю, если все-таки Бог дал мне второго ребенка, то есть я забеременела. Я считаю, что родить – это просто, наверное, моя обязанность. Все-таки на сегодняшний день 30 лет уже. То есть и все-таки у меня есть муж, которого я очень сильно люблю. У меня есть теперь двое детей, которых я тоже очень сильно люблю. Я знаю, для кого я должна стремиться к лучшему, для чего. За примерное поведение Галину перевели из колонии и поселения на частный сектор. Вместе с мужем они снимают квартиру в Пригорске. Она не имеет права покидать населенный пункт. Каждый день ее навещает сотрудник колонии. А в остальном это обычный декретный отпуск. Существует мнение, что женщины, отбывая срок, рожают, чтобы смягчить себе условия содержания. Работники УФСИНа не отрицают. Бывают и такое. Беременной за решеткой положен дневной сон и улучшенное питание. Но чаще всего это обычное желание женщины стать мамой. У кого-то и возраст подходит, и задумывается о том, что находясь в местах лишения свободы, сможет ли она потом, исходя даже из своего состояния здоровья, завести детей. Поэтому кто-то, возможно, из выгоды, а кто-то осознанно. В Хакасии женское исправительное учреждение небольшое. В год здесь случается одна-две беременности. Иногда осужденная уже пребывает в положении. Порой беременность наступает после длительного свидания. Тех преступниц, кто успел родить на воле, с детьми, естественно, разлучают. У меня два ребенка. Одному четыре года. Пять. Одному годик. 15 марта была. Старше у меня с мамой, а младше с сестрой. Жанна выйдет на свободу через четыре года. До конца срока она вряд ли увидит своего малолетнего сына. Женщина из Кемерово, а сидит в Пригорске. По закону отбывать срок можно по месту совершения преступления. На деле людей разбрасывают по всей стране. Рвутся все социальные и семейные связи. У Лилии Комленковой в Тюменской области остались четверо детей. Сегодня их воспитывает бабушка. Я переживаю, что если не дай бы что-то с мамой, ну и дети, где будут. Я понимаю, что я виновата, что раньше срока я не приду домой. Ну хотя бы тоже удобно. Хотя бы по региону поближе. Чтоб я могла видеть. И ребенок, чтобы знал, что я мама. То они путаются. Они знают, бабушка с ней говорит, или мама, или тетя. Она не знает. Больше всего Лилия переживает за свою младшую дочь. Малышка знает маму только по фотографиям. На свободу женщина выйдет в 2018 году. К тому моменту младшая уже пойдет в школу. У Галины, благодаря ее примерному поведению, есть все шансы самой проводить свою девочку в первый класс. Когда закончится срок, месячной Валерии будет 7 лет. При желании тюрьма материнству не помеха. Ну я не знаю таких женщин, которые бы освободились и не спрятали бы своих детей. И там дальше продолжали бы как-то ввести другой образ жизни. Ну может есть, конечно, такие по наслышкам. Я таких не знаю. Я знаю, что все сейчас, кто освободились, они все живут с детьми и все хорошо у них. В детских домах своя статистика. Дети, чьи мамы сидят, постоянно обитатели учреждения. Даже если у женщины получается после срока забрать ребенка, 80% снова возвращаются в детдом. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия, События недели. На этой неделе, 19 апреля, исполнилось 95 лет со дня рождения поэта Георгия Суворова. Так сложилось, что на его молодость выпала Великая Отечественная война. И именно она определила главную тему его творчества – служение Родине. В своем слове «Солдат» он смог нам объяснить, кто они – герои войны, и как жизнь может быть примером подвига и героизма. В нашем архиве сохранилось уникальное интервью о нашем земляке, снятое почти 40 лет назад в Петербурге. Его фрагменты мы предлагаем в следующем материале. В Абакане есть улица Суворова. Инициалов на табличках нет, поэтому можно подумать, что речь идет о великом полководце. На самом деле улица названа в памяти поэте Георгии Суворове – нашем земляке. Георгий Кузьмич родился в Краснотуранске, учился в Абаканском педагогическом училище, работал в школе села Бондарева Бейского района. В 1942 году он попал в блокадный Ленинград, здесь расцвел его талант поэта. После сражений он приходил в квартиру своего друга на Зверинной улице. И здесь, на кухне, вместе с однополчанами, они читали стихи. Он писал много. Писал стихи, поэмы, сонеты. Писал в самодельных тетрадях, которые он сшивал из типографской бумаги, выпрашивая эту бумагу в редакции многотиражной газеты дивизии. Михаил Дудин был другом Георгия Суворова. 16 февраля 1944-го они попрощались на одной из улиц Ленинграда. Суворову нужно было возвращаться в свой взвод, под Нарву. В этот же вечер он погиб при переправе через реку. Когда я туда приехал, его уже похоронили, но для меня была оставлена полевая сумка Георгия Суворова, в которой были три тетради, заполненные стихами. Из этих трех тетрадей мы с Николаем Семеновичем вместе отобрали стихи. И тогда, в 1944 году, в Ленинградском отделении Гослитэздата вышла первая книга Георгия Суворова. Он хотел назвать ее слово «Солдата». Так мы и назвали эту книгу. Последнее стихотворение, которое Георгий Суворов написал перед смертью, было посвящено войне, победе и миру, в который солдат безоговорочно верил. Еще война, но мы упрямо верим, что будет день, мы выпьем боль до дна, широкий мир нам вновь откроет двери. С рассветом новым встанет тишина, последний враг, последний меткий выстрел и первый проблеск утра, как стекло. Мой милый друг, а все-таки как быстро, как быстро наше время протекло, В воспоминаниях мы тужить не будем, Зачем туманить грустью ясность дней, Свой добрый век мы прожили, как люди и для людей. Эти слова, Свой добрый век мы прожили, как люди и для людей, товарищи герои Суворова написали на его обелиске. Наш земляк, поэт, похоронен в городе Сланце, в боях, за освобождение которого он погиб. Наталья Громашова, Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Вести Хакассия, события недели. Свой добрый век прожить, как люди и для людей. Так писал поэт. И это слова на все времена для всех народов. На этом наш выпуск завершается. И желаю вам всего самого доброго в это светлое воскресенье. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова